Об утешении при смерти, слово второе. В прежней беседе мы кратко сказали об утешении при виде смерти и о надежде воскресения. Теперь поспешим сказать о том же полнее и обстоятельнее. Если для верующих сказанное мною, конечно, несомненно, то для неверующих и сомневающихся оно представляется баснословным. К ним теперь мы и обратим несколько слов, относящихся к предмету. Так, неверующие. Все ваше сомнение касается телесного состава. Для некоторых кажется невероятным, чтобы тело, обратившееся в прах, могло снова восстать, снова ожить. А касательно души никто из людей не может сомневаться. О бессмертии души не разногласят даже и философы, хотя они были и язычники. В самом деле, что такое смерть? Как не отделение души от тела. Когда отделяется душа, которая всегда живет и умирать не может, так как она произошла от вдуновения Божия, то умирает только одно тело. Потому что у нас одна часть смертна, а другая бессмертна. Когда же отделится душа, которая для телесных глаз невидима, то принимается ангелами и помещается или на лоне Авраамовом, если она верующая, или в преисподней темнице, если она грешница, до тех пор, пока придет определенный день, в который она опять примет свое тело и перед престолом Христа истинного Судии, отдаст отчет в своих делах. Если таким образом все сомнение касается тела, то нужно защитить его немощь и доказать воскресение. Поэтому, если кто из сомневающихся и неверующих спросит меня, «Как воскреснут умершие и в каком явится теле?» То я отвечу ему устами и словами апостола. Безумный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И что ты сеешь, то голое семя сеет в зерно пшеницы или какого-то другого семени. Зерно мертвое и сухое, без влаги. И когда оно истлеет, то снова восстает подороднейшим, одевается листьями и снабжается колосьями. Итак, кто пробуждает зерно пшеницы для тебя, тот неужели не в состоянии будет пробудить тебя для себя? Кто каждый день пробуждает солнце, как бы из гроба ночи, и возводит луну, как бы из погибели, и вызывает обратно времена года, возвращающиеся для нашей пользы, тот неужели не возвратит к жизни нас самих, для которых он возобновляет все? Неужели попустит однажды навсегда погибнуть тем, которых он воспламенил своим дыханием и оживил своим духом? Неужели навсегда перестанет существовать человек, который благоговейно познал и почитал его? Но ты опять сомневаешься. Как можешь ты возобновиться после смерти, воссоздать все из праха и разрушившихся костей? Скажи же мне, человек, чем ты был прежде своего зачатия в утробе матери? Ничем, конечно. Итак, Бог, сотворивший тебя из ничего, неудобнее ли может воссоздать тебя из чего-нибудь? Поверь мне, легче будет обновить уже прежде бывшее тому, кто мог сотворить и то, чего не было. Кто повелел тебе в утробе твоей матери произрасти из капли безобразной жидкости и облечься нервами, жилами и костями, тот, поверь мне, состояние будет родить тебя снова из утробы земной. Но ты боишься, что иссохшие твои кости не смогут облечься прежней плотью? Не суди. Не суди величию Божиим по собственной своей немощи. Бог, творец всех вещей, одевающий деревья листьями и луга цветами, может немедленно облечь и твои кости в определенное время весны, при воскресении. Сомневался в этом самом некогда и пророк Иезекииле на вопрос Господа, а живут ли сухие кости, которые представились ему рассеянными по полю, отвечал, ты знаешь, Господи. Иезекииле 37.3 Но когда он увидел, как кости по Божьему повелению и его собственному пророчеству пошли к своим местам и составам, когда увидел, что сухие кости стали облекаться нервами, связываться с жилами, покрываться плотью, одеваться кожею, то после этого изрек пророчество о духе, и пришедший дух каждого вошел в лежащие на земле тела. Они воскресли и тотчас встали. Убежденный таким образом воскресении, пророк описал это видение, чтобы познание о таком предмете дошло до потомков. Поэтому справедливо взывает Исайя, воскреснут мертвую восстанут в огробах и возрадуются, которые на земле. «Роса, которая от тебя исцеление им» Исайя 26.19. Подлинно. Как семена, увлажненные росой, прозябают и произрастают, так возрастут и кости верующих от росы духа. Но ты сомневаешься, каким образом из малых костей может восстановиться целый человек. А ты сам из малой искры огня производишь большой пламень. Неужели же Бог не в состоянии будет из малой закваски твоего праха восстановить полный состав твоего небольшого тела? Если ты и скажешь, и самых остатков тела нигде не видно, так как, может быть, они истреблены огнем или пожраны зверем, то прежде всего знай, что все разрушающееся хранится в недрах земли, откуда по повелению Божия опять и может произойти. И ты, когда еще огня не видно, берешь камешек и кусочек железа, и из недр камня высекаешь огня, сколько нужно. Если же ты при помощи своего ума и искусства, которыми тебя Бог сам наделил, производишь на свет то, что было невидимо, то неужели увеличие Божие не достанет силы для того, чтобы произвести то, чего еще не видно? Поверь мне, для Бога все возможно. 602. Ты спрашивай только о том, обещал ли Бог совершить воскресение. И когда узнаешь из свидетельств столь многих, что оно обещано, когда будешь иметь несомненнейшее уверение самого Господа Христа, то утвердившись в вере, уже перестань бояться смерти. Кто еще боится ее, тот не верует. А кто не верует, тот впадает в неисцелимый грех, так как своим неверием дерзает представлять Бога или бессильным, или лживым. Но не то доказывают блаженные апостолы, не то святые мученики. Апостолы в доказательство этого учения о воскресении проповедуют, что Христос воскрес, и возвещают, что в нем будут воскрешены и умершие. Притом они не отказывались ни от смерти, ни от мучений, ни от крестов. Если же при свидетельстве двух или трех свидетелей всякое слово истина, то как можно подвергать сомнению воскресения мертвых, которые имеют так много и таких достоверных свидетелей, о котором они свидетельствуют, проливая кровь свою. А святые мученики? Имели ли они твердую надежду воскресения или нет? Если бы не имели, то не приняли бы, как величайшее приобретение, смерть после столь многих мучений и казней. Они помышляли не о казнях настоящих, а о наградах последующих. Они знали, что видимое временно, а невидимое вечно. Выслушайте, братья, о примере мужества. Мать Маккавеева убеждала семерых сыновей своих и не плакала, а больше радовалась. Видела она, как сыновей терзает когтями, растекает железом, жарит на сковороде и не проливала слез. Не испускала вопли, но старательно убеждала детей к терпению, ведь она была не жестокосердую, а верующую. Она любила сыновей, но не изнеженно, а мужественно. Она побуждала детей к страданию, которые с радостью и сама приняла, потому что была уверена в воскресении своем и сыновей своих. Зачем говорить о других мужах, женах, отрахах, отраковицах, как они радовались этой смерти, с какой величайшей поспешности переходили к небесному воинству. Они могли сохранить настоящую жизнь, если бы захотели, потому что от них зависело отречься от Христа и жить, или исповедать его и умереть. Но они избрали лучше потерять жизнь временную и приобрести жизнь вечную, оставить землю и поселиться на небе. После этого, братья, есть ли какое место сомнению? Может ли еще оставаться страх смерти? Если мы сыны мучеников, если мы желаем быть их общниками, то не станем скорбеть о смерти, не будем оплакивать любезных нам, которые прежде нас отходят к Господу. Если мы захотим скорбеть о них, то будут укорять нас блаженные мученики и скажут, «О, верующие и желающие Царства Божие, вы, которые горько плачете и рыдаете о любезных ваших, умирающих спокойно на ложах и мягких постелях, что стали бы вы делать, если бы увидели их мучимыми и умерщвляемыми от язычников за имя Господня? Разве нет у вас древнего примера? Правый отец Авраам, принося в жертву своего единственного сына, заклал его мечом послушание Богу. Не пощадил и того, кого любил такой любовью, чтобы доказать свою покорность Господу. Но если вы скажете, что он так поступил по Божию повелению, то ведь и вы имеете заповедь, чтобы не скорбеть об усопших. А кто не соблюдает самого малого, тот как соблюдет большее? Или вы не знаете, что дух, который сокрушается в таких обстоятельствах, оказывается неспособным к делам труднейшим? Кто боится ручья, тот пойдет ли когда-нибудь в море? Так и тот, кто нетерпеливо оплакивает потерю, в состоянии ли будет когда-нибудь выступить на подвиг мученический? Напротив, тот, кто в подобных обстоятельствах остается твердым и великодушным, уже этим самым устрояет себе ступень к подвигам важнейшим. Это, братья, достаточно было бы для того, чтобы научиться презрению смерти и утвердиться в надежде на будущее. Но остается мне привести один пример из древности, который может доставить всякое утешение и который пусть выслушает все слухом сердца, хотя бы и страждущего. Великий царь Давид весьма сильно скорбел, когда любимый его сын, которого он любил, как свою душу, был поражен болезнью. Второе царь, 12-16. А так как человеческие средства уже не приносили никакой пользы, то он обратился к Господу, отложив царскую пышность, сел на землю, лег во властенице, не ел и не пил, молясь Богу целых семь дней, в надежде не будет ли ему возвращен сын его. Старейшины дома его приступили к нему с утешениями и просили его вкусить хлеба, опасаясь, чтобы он, желая жизни сыну, сам прежде него не дошел до изнеможения. Но не могли ни убедить его, ни принудить, потому что нетерпеливая любовь обыкновенно презирает и самые опасности. Царь лежал в врачной властенице, а сын его болел. Ни слова не доставляли ему утешения, ни самая потребность пищи не действовала. Душа его питалась скорбью, грудь дышала печалью. Вместо питья текли из глаз слезы. Между тем совершилось то, что было предопределено Богом. Младенец умер. Жена была в слезах, весь дом наполнен был стонами. Слуги в страхе ожидали, что будет. Никто не смел известить господина о смерти сына, опасаясь, чтобы царь, который так долго и горько оплакивал еще живого сына, не лишил себя жизни, услышав об его смерти. Между тем, как слуги совещались между собой, между тем, как они в унынии то советовали, то запрещали друг другу говорить, Давид понял и предупредил вестников, спросив, не скончался ли сын. Не имея возможности отрицать, они слезами объявили о слухившемся. При этом было необыкновенное опасение, сильное ожидание и страх. Как бы нежный отец не подверг сам себе опасности. Но царь Давид немедленно оставляет лосиницу, весело встает, как будто получив весть о безопасности сына, идет в умывальницу и умывает свое тело, приходит в храм, молится Богу, вкушает пищу вместе с приближенными, подавив вздохи, отложив всякое сетование и с веселым уже лицом. Домашние удивляются, приближенные изумляют это необыкновенное и внезапное перемене, и, наконец, осмеливаются спросить его, что это значит, что при жизни сына он так скорбел, а по смерти не скорбит. Тогда этот необыкновенный по своему великодушию муж отвечал им, пока сын был еще жив, то необходимо было и смириться, и поститься, и плакать перед лицем Господним, потому что была надежда на возвращение его к жизни. Но когда воля Господня совершилась, то безрассудно и нечестиво терзать душу бесполезным плачем. Теперь, говорит он, я пойду к нему, а он не возвратится ко мне. Вот пример великодушия и мужества. Если же Давид, еще бывший под законом, имевший, не скажу, позволение, а необходимость плакать, если он так удержал душу от безрассудного плача и так умерил печаль свою и своих приближенных, то мы, живущие уже под благодатью, имеющие верную надежду воскресения, получившие запрещение всякого сетования, почему так упорно оплакиваем своих мертвецов, по примеру язычников, поднимаем безрассудные вопли, как бы в некоторого рода опьянение, и разрываем одежду, обнажаем грудь, поем пустые слова и причитания около тела и гробницы усопшего, для чего, наконец, окрашиваем платье в черный свет, если только не для того, чтобы не только слезами, но и самой одеждой показать себя поистине неверующими и жалкими. Все это, братья, должно быть чуждо нам, непозволительно, и если бы и было позволительно, то не было бы прилично. Впрочем, иных из братьев и сестер, которых, собственно, вера их и заповедь Господня могли бы сделать твердыми, обессиливает и сокрушает мнение родственников и соседей, как бы ни почли их каменными и жестокосердными, если они не переменят одежды, если не предадутся снистовством безумному плачу. Но как пусто, как непристойно думать о мнении людей заблуждающихся, а не бояться того, как бы не причинить ущерба вере, которую принял. Почему бы такому человеку не поучиться лучше терпению? Почему бы тому, кто сомневается, не научиться от меня вере? Если бы даже действительно в груди его была такая печаль, то и в таком случае следовало бы в безмолвии умерять скорбь просудительностью, а не разглашать о ней с душевным легкомыслием. 605. Хочу предложить еще один пример для исправления тех, которые думают оплакивать умерших. Этот пример из языческой истории. Был один языческий начальник, имевший единственного и довольно любимого сына. Когда он по языческому заблуждению приносил в Капитолии жертву своим идолам, доходит до него весть, что единственного сына его не стало. Он не остановил жертвы, не оставил, которая была в руках его, не заплакал и даже не вздохнул. Но послушайте, что отвечал. Пусть, говорит, погребут его. Я помню, что я родил сына смертным. Посмотри на этот ответ, посмотри на мужество язычника. Он не велел даже дожидаться себя, чтобы сын был предан погребению в его присутствии. Что же будет с нами, братья, если дьявол в самый день суда выведет его против нас перед Христом и скажет, этот почитатель мой, которого я обольщал своими кознями, чтобы он служил слепым и глухим истуканом, которому я не обещал ни воскресения из мертвых, ни рая, ни царства небесного, этот доблестный муж, узнав о смерти своего единственного сына, не опечалился и не вздохнул и не оставил при таком известии моего капища. А твои христиане, твои верующие, за которых ты распялся и умер, чтобы они не боялись смерти, но были уверены в воскресении, не только оплакивает умерших и голосом и видом, но даже затрудняется тогда идти в церковь, а некоторые даже и из клириков твоих и пастырей прерывают свою службу, предаваясь плачу, как бы вопреки твоей воле. Почему? Потому что ты благоволил призвать их к себе из тьмы века. Что же мы, братья, будем в состоянии отвечать на это? Не будем ли мы объяты стыдом, когда в этом отношении окажемся ниже язычников? Язычник, не знающий Бога, должен плакать, потому что он, как только умрет, прямо идет на казнь. Должен сокрушаться и иудей, который, не веруя во Христа, обрек свою душу на погибель. Достойны сожаления также и наши оглашенные, если они или по своему неверию или по нерадению ближних, скончаются без спасительного крещения. Но кто освящен благодатью, запечатлен верою, честен по поведению или не изменен в невинности, того, когда он отойдет из здешнего мира, надобно ублажать, а не оплакивать. Тому надо бы завидовать, а не скорбеть о нем сильно. Впрочем, завидовать умеренно, так как мы знаем, что в свое время и мы сами последуем за ними. Итак, верующий, отри слезы, удержи вздохи, прекрати рыдание, и вместо этой печали прими на себя ту спасительную печаль, которую блаженный апостол назвал печалью по Боге, которая обыкновенно доставляет верное спасение, то есть раскаяние в сделанных проступках. Испытай свое сердце, спроси свою совесть, если найдешь что-нибудь требующее покаяния, а ты найдешь это, как человек, то воздыхай при исповедании грехов, проливай слезы в молитве, сокрушайся об истинной смерти, о наказании души, сокрушайся о грехе, как говорит Давид, беззаконие мои я знаю, и грех мой всегда предо мною. И не страшись разрушения этого тела, которое в свое время по повелению Божию обновится к лучшему. Посмотри, как определением Божиим назначено то и другое, ибо наступает час, говорит он, когда все находящиеся в гробах оживут. Вот успокоение, вот пробуждение и побуждение к презрению смерти. А что далее? И выйдут творившие доброе воскресение жизни, а делавшие злое в воскресение осуждения. Вот и различие между воскресшими. Воскресность должно, конечно, всякому, вообще телу человеческому. Но добрый воскрес не для жизни, а злой воскрес не для казни, как и написано. Ибо всего ради не восстанут нечестивые на суд и грешники в совете праведных. Псалом 1.5 Поэтому, чтобы нам воскреснуть не для осуждения, перестанем скорбеть о смерти, а примем на себя печаль раскаяния, позаботимся о добрых делах и о лучшей жизни. Будем думать о прахе и умерших, для того, чтобы помнить, что и мы смертны. И чтобы при таком воспоминании нам не пренебречь своим спасением пока есть время, пока еще возможно. То есть, или приносить лучшие плоды, или исправляться, если мы согрешили по неведению. Чтобы нам, если день смерти застигнет нас нечаянно, не пришлось искать времени для покаяния и не находить его, просить милости и возможности загладить грехи и не получить желаемого. Итак, братья, мы показали всеобщность смерти, объяснили непозволительность слез, показали немощь древних и несвойственность ее для христиан, объяснили тайну Господню, привели свидетельство апостолов о воскресении, упомянули о деяниях апостолов и страданиях мучеников, указали, кроме того, например, Давида и сверх этого на поступок язычника, наконец, представили и вредную и полезную печаль, ту, которая вредит и ту, которая спасает через покаяние. Когда таким образом все это показано, то что другое должно делать нам, братья, как не взывать с благодарностью к Богу Отцу, да будет воля твоя, яко на небесе и на земле. Ты даровал жизнь, ты установил и смерть, ты вводишь в мир, ты изводишь и из мира, изведший сохраняешь. Ничто из твоего не погибает, так как ты сказал, что и волос с головы их не погибнет. Ты отнимаешь дух их и исчезает, и в печь свою возвращается, но посылаешь духа твоего и созидаются, и обновляется лицо земли. Псалом 103, 29. Вот, братья, слова, достойные верующих, вот спасительное врачевство, чей глаз отерт этой губкой утешения, увлажнен с благоразумием этой примочкой, тот не только не почувствует слепоты и отчаяния, но не испытает и малейшего нагноения печали, а напротив, взирая на все светло очами сердца, будет говорить подобно терпеливейшему Иову, Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно, так и стало, да будет имя Господне благословенно во веки веков. Аминь.